Итак, рынок растет. В другую сторону. Биткоин побил рекорд 4222 доллара. Впрочем, еще больше меня удивить этот год точно не сможет. Весь год рынок падает, а инвесторы теряют деньги. Четвертый квартал этого года очень брутальный. Мы уже пробовали разобраться, почему это происходит, затрагивая тему хэш-воин, биткоин ABC, биткоин SV. Но в сегодняшнем видео я хочу ответить на главный вопрос. Что теперь делать, если вы холдите биткоин? В конце видео я расскажу о своем плане на остаток этого года. Давайте будем честными, ребята. 4000 долларов за биткоин – это шок. Почти всегда в конце года в ноябре-декабре наблюдался бычий тренд. Все красиво зеленело, люди были счастливы. Но похоже, этот год решил нам окончательно испортить всю малину. Итак, продавать ли биткоин? Уйти ли с рынка? Я думаю, это индивидуальные вопросы. Каждый из нас должен сам персонально решить. Если вы считаете, что биткоин упадет до 3000 долларов или даже ниже, тогда ответ – да. Лучше вам уйти с рынка, конвертировать биткоин в тезер или другой стейблкоин, или вообще уйти в фиат. А после войти в рынок на сигналах к росту. А чтобы эти сигналы к росту не пропустить, вы можете использовать мой мониторинг обменников. Там можно установить определенный курс, по которому вы хотите купить или продать валюту или криптовалюту. Соответственно, когда этот курс станет актуальным, вам придет уведомление, чтобы вы не забыли совершить свою операцию. ExchangeSumo.com. Ссылка в описании. У вас вопрос ко мне. Продаю ли я биткоин? Нет. По разным причинам. Во-первых, навряд ли у кого-то получится спланировать следующие цены all-time high. Или спрогнозировать тайминги. Все это похоже на вангование. В действительности же вы знаете, что произошло только тогда, когда это произошло. Мне кажется, мы уже совсем возле самого пола. Лично для меня в долгосроке плюс-минус 1000 долларов не столь существенно. Хотя кто-то со мной не согласится и обязательно выскажется в комментариях. Во-вторых, я просто холдер. Существует три причины, почему падает рынок. О первой я уже рассказывал. Если кому-то интересно, ссылку на видео оставлю в описании. И, конечно же, подсказка в правом верхнем углу сейчас появится. Вторая причина – это SEC. Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Вы об этом слышали? За последнюю неделю выходило много новостей о том, что ICO мертвы. А все потому, что SEC принуждает ICO проекта регистрировать свои токены, как ценные бумаги. Так, два криптовалютных стартапа Paragon Coin и AirFox уже согласились зарегистрировать свои токены в качестве ценных бумаг под давлением SEC. Помимо этого, оба проекта обязаны вернуть деньги инвесторам и выплатить 250 тысяч долларов штрафа. Как отметили в SEC, это первый случай применения мер ответственности в такой ситуации. Еще я хочу добавить то, чего в новости нет. И Paragon, и AirFox являются utility токенами. То есть у них есть полезные функции, они для чего-то используются в рамках экосистемы проектов. Но в белых бумагах было прописано то, что эти токены будут расти в цене. И это рождает логичный вопрос в голове SEC. А зачем вы это делаете, если у вас utility токены? Кстати, если вы инвестировали в эти ICO, не переживайте. Скорее всего, деньги обратно вы получите. Что же эта новость означает для криптовалюты? ICO теперь официально мертвы? Нет, я так не думаю. Скорее всего, это просто шаблон того, как SEC собирается работать с ICO в будущем. Я только за, а то мошенников развелось, как грибов после дождя. А теперь подумаем, могло ли это повлиять на падение рынка? Напишите в комментариях свое мнение. Мне кажется, что не особо. Хотя, возможно, кого-то такие новости испугали. Что ж, если вы еще со мной, то я расскажу свою стратегию на оставшийся год. Как вы знаете, я продал свою хату. Этим действием я не только огорчил своего папу, который названивает мне уже четвертый день и спрашивает, живой я или нет, но и породил кучу сплетен и сомнений. Хм, но я хочу сказать спасибо тем, кто меня поддерживает. 3 400 лайков. Это просто шок. То, что сейчас происходит на рынке, это пример паники, неопределенности и других оттенков крови. Криптоблогеры рубят деньги на рекламе всяких скамных смарт-контрактов, при том, что люди и без этого теряют свои деньги. А некоторые из них еще и консультации свои за 200 баксов в час втирают, которые, в принципе, никому ничем не помогут. Многие настроены на то, что это конец. Все. Труба, блин, приплыли. Даже у меня, бывает, возникают такие мысли, честно признаюсь, но это все фон настроения. А главное, факты. Я слежу за твиттерами топовых деятелей криптоиндустрии и вижу, как они покупают проекты, развивают их и расширяют команды. За кулисами идет наступление. В этой ситуации я максимально наращиваюсь, развиваю свой проект, создаю контент, строю комьюнити, коплю активы и не продаю рекламу. Сейчас я иду против всех. Против здравого смысла, против настроения толпы, против одобрения своих родственников. Называйте это как хотите, но это моя бизнес-модель, мой эксперимент. И он проходит прямо под вашими взглядами. Чем я рискую, чтобы изменить свою жизнь? Рискую остаться наемным работником, как большинство других? Или рискую средней зарплатой, которую намерят мне жирные боссы? Если это то, чем я рискую, я не то, что готов на риск. Я с удовольствием рискну. Касаемо продажи имущества и инвестиций в 2 миллиона рублей. Об этом я уже говорил в Телеграме, скажу и здесь. У меня очень много работы и мало времени, поэтому за 2 дня конвертировать фиат к репту я не успел. А за это время рынок просел. Я буду заходить, но не за один раз, а частями, лестницей. Чтобы усреднить позицию, все скриншоты, записи, адреса кошельков и так дальше, я выложу, как только вся эта вакханалия закончится. Не нужно мне по 100 раз писать в комментариях, где видео. Оно будет, как только все будет готово. Такие ответственные ролики я могу и целый месяц делать. Следите за новостями в Телеграме и, конечно же, на Ютубе это все тоже будет. А пока что я на съемной квартире, в принципе, неплохо себя чувствую. Я верю в крипту, в индустрию. И никакие там рубини в своих твиттерах не разубедят меня. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok